Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 декабря, день Аввакума. Святой пророк Аввакум происходил из колена Симеонова. Само имя Аввакум, данное ему при рождении, говорило о том, что из него выйдет весьма сильный духом подвижник. Когда он возмужал, то ради славы имени Божия ревностно выступил на обличении беззакония своего, то есть еврейского народа. Сам Аввакум, говоря духом о Господе, строго соблюдал все заповеди Божии и твердо стоял на пути добродетели. За такую жизнь он получил от Господа дар пророчества. В этот день было принято читать специальные молитвы и заговоры от бессонницы. Особенно этим страдали младенцы. Для них даже существовал специальный обряд. Выполняла его разбирающаяся в подобных делах женщина-знахарка. Поздно вечером в тайне от окружающих людей она несла ребенка в курятник. Там три раза обмывала его водой и приговаривала. Куры белые, куры рябы, куры желтые, куры пестрые, куры черные. Возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон. Далее она три раза сплевывала и надевала свежую рубашку на ребенка. Также делали заговоры на воду, которые потом умывали младенца. В народе считали, что это помогает защитить и успокоит ребенка, которого мучат тонкоматериальные злые существа. Для человеческого глаза они незаметны, но их можно выкурить, заговорить или отогнать иными способами. Как правило, подобное возникало от сглаза. В остальном это самый обыкновенный день. На улицах уже лежал снег. Взрослые дети с удовольствием катались по нему на санях. Приметы. Если сегодня днем не Настя, то подобная погода продержится до дня Антона Перезимника, то есть до 30 января. Много снега к этому дню, к богатому сенокосу. Вокруг Луны сегодня виден темный крох к метели. Кошка 15 декабря спит весь день к стуже. Яркие звезды в небе жди сильных морозов. Чем красивее и затейливые узоры на стеклах окон, тем больше будет зелени весной. В народе было подмечено, что погода по зиме указывает на летний месяц. Если месяц зимы хороший, снежный и морозный, то через полгода должен быть месяц жаркий, с грозовыми дождями. Если зимний месяц слякотный, то через полгода будет пасмурный, холодный и дождливый месяц. Я хочу еще добавить про крупы, чтобы действительно все знали. Рис, дело в том, что раньше рис использовали не шелушеный, и в нем была действительно и клетчатка, и витамины группы В, и все было нормально. Как только в Азии стали использовать шелушеный рис, то возникла болезнь Берибери, все заболели. Очень важно, чтобы были цельные, чтобы все было там, и витамины, и минералы, и оболочка, и это. Так вот, когда рис используется, он действительно упитывает, то есть он дает и массу, от него там и жиро. Ощущение сытости он дает. Ощущение сытости он хорошо. Если мы используем овсяную крупу, более ценную, то она больше дает силы. Вот не зря лошади ее едят и становятся такие сильные лошади. А, допустим, вот гречка, гречка – это великолепный продукт. А если мы используем гречку, она, как бы сказать, еще даст. И вот она способствует тому, что обладает большими способностями к кроветворению. Далее, часть вопросов задается, на чем лучше всего готовить. Значит, на воде, на молоке. Лучше всего готовить, конечно, на воде. Потому что добавление молока привносит туда некоторые свои качества, которые уже не совсем хорошо сочетаются с крахмалом каши, вообще с кашей, и делают ее слизеобразующим продуктом, от которого начинаются частые простуды и ангины. Но давайте сначала разберем, почему именно на воде и не на молоке. Действительно, если использовать кашку на молоке, ну, она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее, и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок, и белок молочный, он не совсем сочетается и с просом. Вот. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашку нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слизь, которая в этом климате сыром, холодном. Вот. Она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать, просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса, это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. Рис, в первую очередь, он получается обдирной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке риса. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, проса, знаете, она такая маленькая, и обладает рядом таких уникальных свойств. Пшено способствует тому, что хорошо сращивают различные переломы. Если у вас там переломчик есть, накол кости, ну, пошли в голову, вот, споткнулись, упали, там, гипсы и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшену с просом. Ее-то и надо будет есть почаще. Именно просто. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков, особенно, знаете, разные бывают на ногах, там, сердечного происхождения и прочее, прочее. Но, значит, оно вредно для беременной женщины, и, значит, переваривается оно все-таки помедленнее. А можно ли добавлять в кашу сахар, мед и так далее? Какие-то сладости. Вплоть до того, что сухофрукты вот добавляют, и каша делается вроде бы слажее, вкуснее. Значит, можно добавлять, но это уже будет не целебная каша. Для того, чтобы каша была действительно целебная, надо знать одну из особенностей переваривания крахмала. Оказывается, в ротовой полости перевариваются крахмалы. Они измельчаются, обрабатываются слюной, и из крахмала образуется сахар. Первая стадия пищени. И тогда она проглатывается. Будем говорить, дальше пошло. Если у нас уже во рту имеется что-то сладкое, вот этот механизм по перевариванию крахмала, по расщеплению их, перестаёт работать. И поэтому он уже здесь должен обработаться, этот крахмал. А раз стадия переваривания крахмала в ротовой полости отсутствует, то она уже и в желудочно-кишечном тракте будет не так, как хотелось. И вот этот-то крахмальчик сосётся в нашу кровь, поболтается неусвоенный, и далее он в виде сопелек выйдет наружу, потому что слизь выводится только через лёгкие и носоглотку. Вот почему, если человек неправильно питается, он болеет простудными заболеваниями, и вот это вот по утрам откашивается, отсморкивается и так далее. Следующий вопрос, который волнует, а что добавлять туда? В смысле, какое масло лучше всего? Конечно, мы используем с вами сливочное масло, но топлёное масло именно для здоровья оказывается намного лучше, нежели просто сливочное. Оно уже, знаете, становится более тёплым. Вот всё, что прошло термическую обработку, ну, будем говорить, вот она когда топилась, она же теплоту вот эту вот воспринимала, можно использовать различные растительные масла. Но топлёное масло будет лучше всего. И знаете почему? Потому что топлёное масло, когда оно перетапливается, оно дополнительно вбирает в себя энергетику, теплоты. А процесс пищеварения в нашем с вами организме есть не что иное, как тот же теплотворный процесс по расщеплению питательных веществ. Плюс ещё всё будет умащиваться, лучше будет проходить. То есть вот топлёное масло для каши лучше всего. Так, Геннадий Петрович, вот Вы говорите, что на молочке нельзя, а маслица мы добавляем. Так и там жиры, и там жиры. Есть действительно и в молоке жир, и есть жир и в масле. Но всё дело в том, что в молоке ещё имеется белок. А вот сочетание белков с крахмалами, которые здесь как раз, вот не совсем желательно. Теперь вопрос. Стоит ли кашу подсаливать? И чем лучше? Кашу подсаливать можно. Можно обычной поваренной солью, но лучше всего, если мы с Вами сделаем целебную соль из морской капусты. В морской воде всё растворено. Все микроэлементы, которые имеются в земной коре, в растворённом виде, находятся в океанской морской воде. Те растения, которые там живут, а именно морская капуста, которую мы знаем под названием ламинария, она в сухом виде продаётся за копейки в аптеках, накапливает в себе все микроэлементы. То есть, это богатейшая микроэлементная смесь, которая очень полезна для нашего организма. Поэтому в качестве соли лучше всего используют слоевища ламинария и сушёные. Эти слоевища мы с Вами помещаем в кофемолку, перемалываем, и в результате у нас образуется порошок, такой коричневый. Вот это и есть соль. Вот этой солью мы с Вами и посыпаем нашу кашку. Вдобавок к тем полезным свойствам, которые даёт сама каша, прибавляется свойство микроэлементов. То есть, это обогащённая микроэлементами смесь, которая очень хороша для нашей кожи и вообще для нашего организма. Поэтому в качестве соли используем подсаливание с помощью слоевища морской капусты, ламинария. Следующий вопрос. С чем каша лучше всего сочетается? Я уже сказал, каша лучше всего сочетается с топлёным маслом, с солью из морской капусты. И в качестве, можно сказать, гарнира каши можно использовать овощи. Овощи тушёные. Различные корнеплоды, морковка, свёкла, листовые овощи, там можно капусточку тушёную. Всё это, естественно, заправлено зеленью. Это те продукты, которые дополняют кашу, делают ещё лучок, естественно, можно немножечко чесночка. То есть, тушёные овощи делают кашу более съедаемой. Там, опять-таки, имеется небольшое количество растительного масла. Всё это более-менее перемешивается, сочетается, даёт интересный такой вкус, и каша идёт очень и очень хорошо. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжёлой, что выражается в склонности к лёгкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовёт его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда всё подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бёдра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!